привет мои дорогие с вами Анна Тюмерова сегодня мы с вами не будем делать цветы из конфет мы не будем делать цветы из гофрированной бумаги сегодня сделаем фруктовый букет с живыми цветами настроение у меня уже весеннее и хочется побольше добавить витаминок в наше творчество поэтому именно с зелеными грушами, яблоками и лаймами мы соберем фруктовый букет задекорируем его цветами и тем самым разнообразим наше творчество сегодня сделаем не букеты из гофрированной бумаги а букеты из фруктов если вы не подписаны на мои соцсети, обязательно подписывайтесь под этим видео я оставлю для вас ссылочки на все мои соцсети в инстаграме я делюсь с вами множеством фотографий, которые нет возможности добавить в youtube в группе вконтакте вы можете поделиться со мной своими фотографиями тем, что у вас получилось, и общаться с другими рукодельницами и конечно же подписывайтесь на youtube, если вы еще не подписаны ставьте лайк и пишите комментарии под этим видео что касаемо материалов, я в этот раз буду делать из таких фруктов у меня груши, яблоки зеленые и лаймы основная цветовая гамма моего букета будет именно зеленая я решила мой букетик с фруктами разбавить вот такими замечательными кустовыми розами я искала конечно чисто белые, мне казалось, что именно белые розы здесь будут смотреться наиболее эффектно но так как я не нашла белые кустовые розы, я взяла вот такие нежно-розовые цветочки мне кажется, это тоже будет смотреться очень красиво еще нам с вами нужны будут шпажки, у меня они 30 сантиметров длиной пищевая пленочка, ножик, ножницы, резиновые перчатки, так как мы работаем с продуктами и вот такие колбочки это такие специальные колбы для живых цветов туда наливается водичка и вставляется цветочек и так цветы во фруктовых букетах будут хорошо стоять и не завянут буквально за считанные часы количество колбочек мы берем в зависимости от того, сколько цветочков вы хотите вставить еще у меня есть вот такие листочки, которые тоже буду использовать в этом букете такие листочки называются русскус, они великолепно подходят для таких букетов очень хорошо смотрятся, настоящие живые листочки и при том, что их не обязательно фиксировать на колбочке эти листья держатся достаточно долго, хорошо сохраняют свой окрас и поэтому прекрасно подходят для наших букетов из фруктов для фиксации мы берем скотч, можно взять узкий, можно взять широкий насколько я смотрю, широкий клеит лучше, чем узкий узкий скотч удобен, если только нужно какие-то мелкие детали зафиксировать а для самого букета лучше использовать широкий скотч я беру цветочек снизу, отрываю вот так вот листочки определяюсь, какой длины я буду делать ножку лишнюю длину стебли я отрезаю беру саму колбу, открываю ее, внутрь наливаю водичку закрываю эту колбу крышечкой крышечка у нас такая прорезиненная, поэтому она хорошо держится и внутрь этой колбы я вставляю розу и у меня получаются вот такие хорошо зафиксированные цветочки для этого букета сами цветочки хорошо питаются водой, поэтому будут дольше стоять в букете и букет точно доедет до адресата еще один момент до того, как мы крепим яблоки, мы определяемся какая часть у нас с вами будет верхняя вот эта часть или вот эта какую часть мы хотим сделать верхом букета и после этого крепим все яблоки груши мы крепим точно таким же образом на шпажки смотрим, какую часть мы хотим добавить вверх верхушку или вот такие великолепные хвостики что тоже в букетах смотрится очень красиво я беру грушу и протыкаю ее в 3-4 местах чем больше груши, тем больше шпажек лучше вставить для того, чтобы зафиксировать эту грушу вот так вот мы крепим грушу лайм я решила не резать лайм я тоже буду просто вставлять на шпажки вот так вот на две шпажки его зафиксировала за счет того, что у него корочка плотная он будет хорошо держаться если вам хочется добавить какого-то изыска букету то лайм можно разрезать пополам или верхушку отрезать обернуть его пищевой пленкой и это добавит дополнительного изыска букету я же решила лайм добавить абсолютно целым не отрезая верхушку теперь начинаем собирать сам букетик центр у меня будет яблоко, груша и лайм можно сразу взять все три компонента и все вместе перемотать скотчем у нас получается вот такая серединка и от этой серединки мы уже пляшем дальше и делаем круг из фруктов добавляя каждый новый фрукт, я креплю их при помощи скотча так как на фрукте у нас три шпажки чтобы они лучше держались в букете после каждого фрукта креплю скотчем теперь я беру веточку с цветами и добавляю ее между фруктами аккуратненько распределяя цветочки в разные стороны и фиксирую снова скотчем у нас уже получается такой красивый изысканный букетик продолжаем собирать фрукты дальше между двумя яблоками добавлю еще одно яблоко и остался у меня один лайм, который я тоже хочу добавить в этот букет теперь мы видим очертания самого букета осталось добавить цветочки в те места, где еще хочется их добавить разбавить наш букет вот такими роскошными цветами аккуратненько просовываю их между фруктами и вставляю в наш букетик получается очень-очень эффектно мне прям очень нравятся такие букеты мне кажется такие букеты очень оригинальные лишнюю длину удлинителей мы убираем этих колбочек такие длинные они нам не нужны я их отрезаю ножницами и добавлю еще одну веточку цветочков вот сюда аккуратненько просовываю вставляю между цветами распределяю между фруктами и тоже фиксирую скотчем если по-вашему как-то не пофэншую цветы граничат с фруктами или еще что-то конечно вы можете эти букеты не делать это ваше право каждый выбирает то что хочет мне же очень нравится мне кажется такой букет приятно получить в подарок теперь я убираю лишнюю длину удлинителя колбочки для цветов и всю ножку фиксирую скотчем у нас получается вот такая ножка сейчас букет выглядит вот таким образом сюда осталось добавить листочки упаковать его в бумагу и можно с радостью дарить его своим знакомым родным и близким теперь я беру ветки русскуса отрезаю эти веточки по 3 листочка вот таких по 3 листочка я буду использовать в букете отрезаю его на такие веточки сверху это будет по 2 листочка здесь уже готовая длинная ветка ее можно оставить прям таким образом а те веточки которые короткие у нас мы их крепим на шпажку как крепили еловые веточки беру тейп-ленту и обматываю шпажку вместе с русскусом вот таким образом я буду крепить листочки росскуса для моего букета у меня получаются вот такие аккуратные красивые веточки теперь добавляем листочки в букет я беру листочки и начинаю вставлять в пустые пространства куда хотелось бы что-то добавить я не буду делать их сильно выпирающими они будут слегка выглядывать из букета и также фиксирую скотчем после того как распределила веточки посередине начинаю распределять их по краю мне хочется по краю их тоже немножко добавить получается вот такой роскошный букетик очень красивый, очень эффектный осталось сделать всего лишь упаковку я беру вот такой ламинированный фетр для моего букета я возьму два цвета вот такой темно-синий-серый и вот такой вот светло-серо-голубой с двумя этими оттенками я буду упаковывать этот букет и мне нужно нарезать его на отрезки 60 на 30 сантиметров длина моего фетра 60 сантиметров и осталось отмерить 30 сантиметров и отрезать такие отрезки два отрезка светлых и два отрезка темных нарезала по два отрезка беру кусочек, складываю пополам и поворачиваю немножко так вот под углом чтобы каждый уголочек у меня виднелся и был на одинаковом расстоянии и скрепляю степлером для фиксации такую форму я продаю каждой заготовке получается 4 такие заготовки теперь мне нужно посередине сделать надрез либо один, либо два для того чтобы было удобнее собирать наш букетик и для того чтобы вокруг самого букета эта упаковка садилась красиво я обычно делаю по два надреза мне так удобнее работать можно сделать один теперь беру сам букет ставлю букет в упаковку и оборачиваю этой упаковкой букетик обернула одной упаковкой беру веревочку и обматываю веревочкой эту упаковочку чтобы она у нас не ерзала сейчас получается вот так и все оставшиеся три упаковки я прикрепляю по кругу и сейчас наш букетик выглядит вот таким образом осталось упаковать самый низ и для этого я беру отрезок 50 на 50 сантиметров вот такой квадратик складываю букет в середину и оборачиваю ножку моего букета аккуратненько все складываю делаю прям аккуратные такие складочки и после оборачиваю также веревочкой веревку нужно натягивать максимально туго по краям поправляем чтобы упаковка огибала букет вот такой букетик у нас получается берем две ленточки завязываем красивый бантик из двух ленточек расправляем петельки бантиков чтобы он был эффектнее и концы отрезаем ножницами вот такой букетик у нас с вами получился такой весенний витаминный букет у нас получился сегодня делайте его обязательно своими руками радуйтесь своих близких вкусными букетами обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал и конечно же нажимайте на колокольчик чтобы следить за новинками до скорой встречи с вами была Анна Тюмерова пока-пока